Порядка полутысячи представительниц прекрасной половины со всех уголков Брещины. Женщины-медики, руководители, педагоги, многодетные мамы, общественные активистки собрались на торжественную церемонию, чтобы услышать имена лучших в восьми номинациях и поздравить друг друга. Это некий особый ритуал, ведь почетное звание предстоит узнать только одной. За всю историю конкурса не было такое большое количество номинаций. Во-вторых, я уже сказала, что он приурочен, этот конкурс, в том числе 30-летие Белорусского союза женщин. В 2021 году Белорусский союз женщин отметил свое 30-летие, ну и соответственно этот конкурс приурочен именно этому событию. Казалось бы, что это такой небольшой период времени, но для общественной организации это значимо, это много. С учетом того, что на сегодняшний день у нас в Брестской области 25 тысяч женщин. Определить самых лучших всегда очень сложно, ведь каждая достойна наград и похвалы. Поэтому по итогам отборочных этапов в некоторых номинациях не один обладатель. Всякий раз, подводя итоги конкурса, организаторы стараются охватить все направления и отрасли, комплексно оценить вклад женщин в профессиональную и общественную деятельность. Этот подход был и остается в приоритете, и это важно. Участие в этом конкурсе – это не стремление к какой-то победе. Участие в этом конкурсе – это, наверное, веяние души. Это стремление показать, что все женщины, они активные, они могут многое. Красивые, обаятельные, умные, талантливые и очень трудолюбивые. В Беларуси женщин-руководителей с каждым годом становится все больше. Одной из таких – Наталья Артеменя, директор Брестской областной дирекции открытого акционерного общества «Белгазпромбанк». Она считает, что успешная работа любого предприятия – это когда весь коллектив заточен на лучший результат. А вот конкурсы «Женщина года» для Натальи Михайловны – это новый этап в профессиональной деятельности. Это одна из ступеней, наверное, в профессиональной деятельности, в жизни. Ничего специального для того, чтобы участвовать в этом конкурсе я не делала. Я просто работала, жила, руководила так, как я это делаю каждый день на протяжении уже многих-многих лет. Единственное, конечно же, материал для конкурса требовал подготовки. Так как у меня мероприятий, которые проведены мной, моим коллективом, достаточно много, мы участвуем в разных, так сказать, датах памятных, исторических, юбилейных, поэтому подготовить материал было несложно. Цветы, подарки и дипломы вручали победительницам и лауреатам конкурса «Почетные гости мероприятия». Мужчины, выполняя возложенную на них миссию, не скупились на комплименты и выражали искреннее восхищение. Многие достойные обладательницы звания «Женщина года» уже представляли достойно наш регион на республиканском уровне. В очередной раз в столице они встретятся вновь, чтобы принять участие в финале конкурса. Продолжение следует...